Друзья, очередное видео. Зачитаем несколько статей из журнала 1960 года, номер 3. Интересные статейки. Предупреждение пчелиного воровства. Описывает тут один человек, как это сделать. В 1958 году на нашей школьной пасеке пчелиные семьи пошли в зимоку с недостаточными кормовыми запасами. Поэтому начали подкармливать их уже с весны. Для подкормки примеряли сахарный сироп, наливая его в соты. Большинство пчеловодов склонны думать, что подкормка с сахарным сиропом не вызывает воровства. Мы тоже вначале придерживались того же мнения, но на деле получилось другое. Так как после подкормки пчел на следующий день возникло сильное воровство. Пчелы, находя свежий корм в сотах, естественно начали его искать вне улья. И не обнаружив в природе, набрасывались на соседние улья. С трудом при помощи керосина, воды и других мер пчел удалось успокоить и прекратить воровство. После повторной дачи корма и с еще большей предосторожностью напад пчел возобновился. В дальнейшем для отвлечения пчел от воровства мы решили придать сахарному сиропу специальный запах. Для придания сапаха сиропа сироп убрали цветки растений, находившихся недалеко от пасеки. Сироп готовили так. На 30 литров воды клали 250 грамм свежесорванных цветков, завернутых в тряпочку. Воду доводили до кипения, после чего цветы отжимали и убирали. А воду использовали для приготовления сиропа. После дачи такого сиропа пчелы усиленно начали летать на растения, цветы из которых были использованы для приготовления сиропа. Напада пчел на улья при этом уже не наблюдалось. Пробовали подкармливать таким сиропом днем, во время сильного лета пчел. Даже разливали сироп в соты на открытом месте. Воровства не было. Для сравнения были выделены на пасеке две группы пчелиных семей, по 25 каждую. Одну группу семей контрольную подкармливали чистым сахарным сиропом, вторую опытную ароматизированным. Для придания запаха сиропу мы использовали цветы с различных растений. При этом удалось выявить такую закономерность. Чем ближе к пастике располагались растения, с которых взяты цветы для приготовления сиропа, и чем их больше, тем меньше воровства. То есть, чем ближе было растение, и чем больше цветов, тем меньше воровства. Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Подкормка пчел с сахарным сиропом с целью пополнения кормовых запасов весной вызывает воровство пчел. А придание сахарному сиропу запаха цветков растений, расположив недалеко от пасеки, отвлекает пчел от воровства. Пчелы берут сироп с запахом так же хорошо, как и чистый. Вот такая интересная ситуация, как говорится, как избавиться от воровства. Очень хорошая. Обычно, когда идет медонос, пчелы не воруют. Открытые литки вентилируют сильно, потому что не знают, где взять. Когда подкормка идет без медоноса, пчелы начинают воровать друг друга. Итак, друзья, еще одну прочитаю интересную статейку. И еще, может быть. Итак, зимняя подкормка пчел называется. Иногда не удается собрать пчелиное гнездо на зиму, так чтобы быть твердым, уверенным, благополучным исходом зимовки. В Курганской области нередко снег выпадает уже в сентябре. А в октябре с наступлением сильных похолоданий невозможно проверить кормовые запасы. В таких случаях я начинаю давать подкормку пчелам со второй половины января или в начале февраля, то есть где-то с середины зимы. Сахарный сироп готовлю из расчета двух объемов сахара и одного объема воды. Вода берется кипяченая. Сироп разливаю в стеклянные полулитровые банки или емкостью 375 граммов. Горловину обвязываю марлей, сложенной в четверо банки, помещаю под холстики. Гнездо накрываю. За один раз каждой семье даю 1 литр сиропа. Дачу сиропа повторяю через 15-20 дней. В марте сироп даю каждые 10 дней. Трехлетние наблюдения показывают, что семья, получавшая подкормку, хорошо зимовали и весной быстро развивались. Ну вот, эта небольшая такая подкормка дает возможность, как говорится, семьям лучше развиваться. Итак, еще одна статейка. Вывод ранних трутней. Для вывода ранних трутней я еще с лета предыдущего года заготавляю 8 сотов исключительно с трутневыми ячейками. Которых должно быть примерно по 1,5 килограмму меда. На эти соты с трутневыми ячейками осенью пересаживаю хорошую племенную семью. То есть полностью на трутневые соты. Весной и марте матка начинает откладку яиц, из которых обычно бывает до 60% трутневых. А остальные пчелиные, даже, как он говорит, исключительно с трутневыми ячейками. Значит, по-видимому, в трутневых ячейках 40% пчелиных. После выставки пчел из зимовника количество откладываемых трутневых и пчелиных яиц бывает приблизительно одинаковое. В начале мая матка откладывают только оплодотворенные. После этого семью перевожу на соты, состоящие из пчелиных ячейок. Постепенно удаляя из зимов трутневые соты. К главному взятку семья обычно становится такой же сильной, как и все остальные. Чтобы получить полноценных трутней, семью все время подкармливаю. В этот же период и в другой хорошей семье вывожу маток. Когда молодые матки совершают брачный вылет, они встречаются только с племенными трутнями, выведенные ранней весной. Трутней в других семьях в этот период обычно не бывает. Это вот такая вот ситуация. Чтобы не разводить близкородственных семей, и оплодотворение шло более элитными трутнями, можно использовать вот такую ситуацию. Итак, уважаемые, до встречи, до следующего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем ждать следующих вопросов ваших. До свидания.